АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Киев. Автобусная остановка. Шесть часов вечера. Фух. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот. А вы говорили. Шо? Едем, значит? Лучше плохо ехать, а олени хуже. АПЛОДИСМЕНТЫ Я говорю, ты с ноги слезешь. О. А где ваши ноги? А я знаю. Где-где? Это тут возле меня. Извините, но вам немного придется потерпеть. Да ну, ёлка, ну ты ж держись, что ты лег как на пляже. Да вы посмотрите, что у меня на спине. Пиджак. Сверху что? Чемодан. Скажите, пусть нибудь меня укачивает. Девушка, девушка, я к вам обращаюсь. То есть дивизия чему дам. Да. Так она, конечно, не может. Я тоже уже не могу. Так и я уже не могу. Так что делать? Значит, мы трое уже не можем. Но жить же как-то надо. Ну, пойди, держись, або я как развернусь, а зараз... О, нервы, нервы. Вам с такими нервами нужно пешком ходить. Да, пешком. Може, ножками? А, ножками, ножками. Так я б с удовольствием, так ты на них стоишь. Ну, женщина, куда здесь можно пройти? Мамаша, да шо ж ты своим локтям и так спину тычешь? А это шо, у тебя колени такие? Ну, так он хуже для тебя. Да, женщина, что у вас там такое твердое в кошелке? Ребенок? А что у вас, железы? Почина, пройдите немножко уперед. Я не понял. Ты шо, издевайся? Солиста меня с руками и ногами даже пройдите. Так шо мне погибать под ее гусеницами? Женщина, не вырущите голову. Кто вас называл трактор? Идуть, 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 идуть. А меньше их не становятся. Что вы имеете в виду? Те, шо и вы. Спасибо на добром слове. На здоровье. Мужчина, у вас валидола не найдется. Извините. Девушка, дай я к вам обращаюсь. Откройте, пожалуйста, форточку. Спасибо. 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 Не надо. Не надо. Спасибо. Спасибо. Что, у вас тоже? Извините, я стою на вашей ноге. На обеих. Вчера девочка спрашивает, папа, почему пишут места для детей инвалидов? А тот говорит, потому что зайдешь ребенком, выйдешь, коллега. Он так и прав. Что, нам песня строить и жить помогает? Что, вам тоже? Ага. С песней ложусь, а з нею встаю. А вы что, где-то поете? Вопередь. Ну? Называется обширитие номер три для малосемейных. Шутите. А какие там шутки? Шутите. А вы, наверное, хороший человек. Я так думаю. Не знаю. А что? А что? Вам идет улыбаться. А женщине больше отбоя нет. Много. СМЕЕТ 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 Отбываюсь покажут. АСМЕЕТ СМЕЕТ 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 Вид жены ей е-матери. АА? А у меня мальчик тоже знает. Вчера ужинал, и он подходит ко мне, говорит, папа, хочешь, я тебе стишок расскажу? Ну, мама, Софа, идите сюда, сейчас Миша будет рассказывать стишок. Вы послушайте этот стишок. Зайку бросила хозяйка, приставал к хозяйке зайка. Я говорю, идиоты, хоть это не рассказывай своей воспитательнице. Он говорит, так она, наверное, уже знает. Откуда спрашивает? Говорит, она нам сама рассказала. Макаренко в юбке. А я думаю, поразит. Зализ на ногу и стоите, как медный всадник. Я и сейчас стою. А я вачу. Дети. Одна радость, придешь и у телевизора. Ага. Радость одна, и та в ремонте. А друзья? Да, что друзья? Друзья приходят. Отдалживаются. Странно все-таки. В наше время и хороший человек. А я потому что. А ты думаешь, что они все тут неплохие люди? Тесновато. И у каждого, наверное, даже не верится. Я давно уже мог сойти с вашей ноги. С обеих. Но мне уже будет чего-то не хватать. А вы знаете, а я ведь в детстве стихи сочинял. Собесо. Да. Я помню чудное мгновение. Почему вы смеетесь? Я их тоже писал. Передо мной явилась ты? Да, явилась. Потом еще два раза. Потом, говорит, у нас будет ребенок. Пришлось бросить стихи и взять еще полставки в музыкальной школе. Эй. Эй. Мы лишь выходим. Вы так волнуетесь, мне тоже. Пробустите. Пробустите.